следующий вопрос создание курса бесплатно для создания курса можно нажать по этой ссылке или в структуре сайта дополнительно есть то такая же строчка создать свой курс это наше преимущество для создания курса необходимо будет зарегистрироваться дополнительная страница создана чтобы не путать не путаться для этого есть краткая инструкция ввести название курса ввести его описание причину создания и напоминание что это бесплатная функция работает до 1 июня а для клиентов ЭБС без ограничений по времени и так нужно или авторизоваться если есть логин и пароль или зарегистрироваться или после регистрации подать заявку на авторизацию и так логин пароль уже есть поэтому нужно авторизоваться например логин пароль директора который что-то тоже преподает например после авторизации вот она состоялась очень быстро можно подавать заявку на создание своего курса именно заявку они свободное размещение не контролируемая непонятно кем поскольку этот пользователь еще не принимал пользовательское соглашение то система ему выводит и предлагает принять соглашение да и вот теперь система спрашивает его полное название курса например математика 10 класс полное название может совпадать с коротким названием бывают очень длинные названия предмета их удобнее сокращать для навигации открытый доступ значит свободен категория курса точнее по умолчанию открытый доступ тут есть разные категории он выбирает какую им он хочет разместить описание курса поле не обязательно это то что будет видно перед записью в курс например так примеру такое название колледжа причины обязательны для администратора произвольной форме отправить за запрос на создание курса таким образом пользователь знает что не сразу будет возможность начинать обучение только после одобрения администратором администратор сайта заходит на сайт узнает об этом что получена заявка это может быть администратор самого колледжа если у него есть такие права мы можем такие права выдавать эти баннеры видят администраторы не обращайте на них внимание администратор сайта видит что есть курс ожидающий одобрение вот эти заявки есть вот заявка от директора одобрить он проверяет куда ее размещать уточняет категорию и на этом процесс одобрения закончен и вот этот директор сейчас получит письмо что он такую роль получил аналогично администратор видит другую заявку это уже реальный наш посетитель который захотел создать курс у нас он также получит уведомление что такое право у него есть другой предмет по высшей математике уже есть и запрос сохранить а вот этот пользователь будет отклонен он демонстрационный он не нужен это создавал я я отклоняю здесь пишется сообщение автору запроса какой-то текст ну примеру такой это обратная связь ему также придет сообщение на почту все теперь если директор авторизуется под своим логином и паролем и зайдет на сайт то в меню мои курсы у него добавится его курс в котором он может приступать приступать к наполнению контентом заданиями активностями и осуществлять учебный процесс приглашаю своих студентов о чем будет отдельная запись у него есть кнопка управления он может зачислять редактировать составлять составлять импортировать экспортировать эти вопросы выдавать бейджики и так далее вопрос закончен в Продолжение следует...